Проблема миролюбивых мусульман в том, что они не понимают указов из исламского правоведения. Но посмотрите, как интерпретируются стихи Корана в Университете Аль-Асхар, в русалимских школах исламского шариата, в Иордании, в Сирии, по всему Ближнему Востоку. Здесь очень четко указывается, что аят меча отменяет все миролюбивые аяты. О чем же говорится в аяте меча? Когда же запретные четыре месяца пройдут, то убивайте многобожников неверных везде, где бы вы их ни нашли. Захватывайте в плен их, осаждайте их дома и ставьте им засады. Но если обратятся они к Богу и будут соблюдать молитву Ас-Салат, исламские молитвы, и будут милостыю закят править, тогда откройте им дорогу. Поистине, Господь прощающий милосерд. Когда увидите их, убивайте, где бы вы их ни нашли. Это не аллегорическое убивайте, это буквальное убивайте. Это убийство, которое Заркауи сделал прямо перед камерой. Это линчевание, которое вы видите в Рамале. Это убийство миллионов суданцев в Судане. Отрубание рук и ног крест-накрест. Но вот парадокс. Очень известен мирный аят, который цитирует даже Бош. И в нем говорится следующее. Если кто-то убивает живого несправедливо, или для нанесения вреда земле, то он словно убивает всю землю. Но мало кто на Западе видел другой стих, который все разъясняет. Но тем, кто наносит вред земле, отрубайте им руки и ноги накрест. Распинайте и умерщвляйте их, без преувеличений. Именно это делали в Афганистане. Это то, что делали в Судане. Пытки, обезглавливание, ампутации рук-ног, убийство государственных служащих. Эти люди действительно хотели возродить прежний ислам. Вот почему это называют фундаментализмом. Джихад в исламе буквально означает борьбу. На Западе не думают о том, что собрание преданий пророка Мухаммеда содержит более ста хадисов о джихаде. И если вы рассмотрите их, то каждый содержит призыв к войне. И в конце экспедиции джихада он сказал, «Теперь у меня будет джихад в рамках личной борьбы». У меня однажды был разговор с исламистом. Он сказал, «Валид, давай же, скажи Западу, что джихад означает борьбу». Я сказал, «Да, он действительно означает личную борьбу. Ты прав». Я сказал, «Да, джихад означает личную борьбу». Так же, как «майн камф». Именно так исламисты понимают джихад. Западу нужно понять, что ислам пришел на смену опасностям, от которых мы только частично избавились – нацизм и коммунизм. В исламе, точно так же, как в нацизме и коммунизме, цель оправдывает средства. Нет никакого уважения к национальным границам. А главная цель – продвигать свою точку зрения и свой образ жизни по всему миру. Этому учат в законоведении на Ближнем Востоке, в Аль-Асхаре, в Саудовской Аравии и по всему мусульманскому миру. Учат тому, что ислам будет продолжать завоевывать этот мир до тех пор, пока каждый человек не будет говорить, «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». Тенденция западных политических лидеров заключается в отрицании связи между ортодоксальным исламом и жестокостью террористов. То же самое происходит в университетской среде и в масс-медиа. Элита Западной Европы и Северной Америки говорит об исламе как о мирной и толерантной религии, а мусульмане, склонные к насилию, считаются нетипичными представителями. Но как объяснить такую продолжительность этого насилия? От момента возникновения ислама и на протяжении 13 веков его истории. И я не хочу произносить их имена с этой трибуны. Американцы и их президенты, и британцы, и их союзники, и сионисты испорченные отпрыски этого существования. Аллаху Акбар, Аллах Величайший. Если Аллах позволит нам, о народ Мухаммеда, даже камень скажет. О, Мухаммед, иудей прячется за моей спиной. Приди, чтобы отрезать его голову, и мы отрежем ее. Во имя Аллаха мы ее отрежем. О, иудеи, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Джихад во имя Аллаха! Джихад во имя Аллаха! Джихад во имя Аллаха! Победа Аллаху! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбару Аляккум! Аллаху Акбар! 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 В предстоящем столетии нам придется защищать себя от нападения глобального джихада. Я в этом не сомневаюсь. И западному миру придется решать, какое географическое и культурное пространство мы хотим защитить. И во имя чего? Что именно мы хотим защитить? Холодный и равнодушный мультикультурализм или постмодернистский либерализм не стоит того, чтобы за них умирать. Это совсем не то, за что умирали предки европейцев в Пуатье и Левене в 1693 году. На стороне глобального джихада бесхитростное обязательство миллионов людей не только распространять свою веру, но делать это за счет неверных. Сначала при помощи эмиграции, затем любым иным способом. И все-таки чудеса случаются. Я не знаю, что это будет. Может смертоносная террористическая атака. Может геополитическая конфронтация в ситуации с Израилем. А может другая очень большая опасность. Но я верю, то, что обязательно случится, пробудет в умах и сердцах Запада понимание необходимости вернуть себе достоинство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok